Дима, что у тебя в руках? У тебя большая ложка! Мама готовит. Сейчас чай не шумит. А Дима тут не перебирается, убирается. Здесь вот после свекрови. Здесь как кладок. Покажи, как ты убираешься. Вот, да, туда, туда, да. Вот, клади ее. Машинка стирает Димина вещи. Вот, а я сейчас пищу чайник для компота для зимы. Залю ее сейчас просто кипятком все это. И все. Да, забыла с вами поздороваться. Всем доброго времени суток с вами. Канал Артмани и моя семья. Забыла. Вот, сегодня у нас будет компотик с вишней. Дима очень любит вишню. Если нет вишни в компоте, он его не пьет. И пьет очень плохо. Вот. Облепиха. И я немножечко зелени добавила. Мята там у нее и мелисса. Немножко. Для аромата. Интересно, не да, понравится. Как аромат пища это. Вот. Дима. А он сидит тут играет с ложками. Сейчас будем с вами заливать. Кстати получается он за счет вишни получается очень красным. так много. Так вот. Так вот. вот так надо осенять по башке интересная, видимо, тоже игрушка будет Дима смотреть себя кто вырастет все, чай сейчас я вам покажу как я это делаю ой, тут даже вылилось чего-то несем и вот сюда наливать немного не буду чуть-чуть еще и хватит сделаю немножко потому что Дима сделать проще потом свеженький свежий лучше потому что он будет пить одну баночку такую маленькую он выпивает где-то за сутки надеюсь, здесь штуки две получится даже, наверное, побольше я сама выпью убирай с него не нам там не бей убирайся давай вот давай вот клади только другой стороной клади клади молодец молодец освободила для него полочку пониже но нет они лежали там он их туда складывает давай давай прибирайся вот правильно это туда ну тихо как красиво на улице короче, сегодня мы на улицу не пойдем потому что муж пошел за выпиской моей сегодня пятница у нас вот и пойдет к другу за аппаратом он ему помогал снимал его ну у нас друг массажист и он его снимал как он массаж делает для его группы вот пойдет он забирать свой фотоаппарат а завтра мы с вами пойдем гулять я надеюсь то что погода останется такая же даже не то что погода а на деревьях вот эта вся красота к сожалению я выходить не буду потому что я уже полежала поболела в больнице с тужением своим поэтому я не буду выходить завтра мы с вами пойдем гулять я все-все-все-все засниму вот а сегодня придется посидеть дома там кстати идет там идет снег который я люблю этот большой снег такие перышки летящие вот сына сейчас уложила спать вот сейчас немножечко с видео своими разбираюсь вот потому что меня не было целой недели дома я болела лежала в больнице видео естественно они выходят с опозданием потому что ну я уже говорила почему вот ну а там очень красиво вот наши цветочки декабристые здесь вот эти вот хлорофитум я их случайно срезала поставила в водичку если у них крышки появятся я их посажу очень красиво смотрится у этого вон какой листочек большой вот наш гибискус уже листья стали большие вот вот но что-то он не цветет кстати если что-то свести перестал что-то произошло наверное надо его удабривать чем-то вот к новому году появится цветочки но нет картосенок тут вот димулька сейчас там будет спать ай мы с вами сейчас пойдем наверное счищать соль сод салом соды хотела сказать салом вот сало уже должно сделаться я так думаю вроде я еще не открывала нюхала вот оно пахнет довольно ароматным так ну вот наше сало оно у меня еще было в мешочке сверху был и ткани я хвала сверху она даже жирненькая уже тут такая стала пролежала но у меня около где-то дней 7 даже может побольше поскольку я попадала пока в больницу вот они такие кусочки стали все тут испачкалось очень так ароматно пахнет даже появился сок вот сейчас мы его с вами с вами сейчас мы его с вами чистим и наверное я кусочек один разрежу его на части и заморожу обычно всегда мы замораживаем а один будем кушать с вот он такой кусок получился и мы лишнее все счищаем Продолжение следует... Продвигаем все в сторону. Холодный, прихолодный. И не видно вам. И режем. Режем. Вот он. Получился темненький такой. Попробуем. Ароматный какой. Жилистый он. Я, в принципе, люблю, когда, знаете, кусочек салона возьмешь в рот. Ты как в жвачку его хочешь, там жуешь, жуешь. Немножко соленоватый. Ну, в принципе, ничего, это нормально. Вот такое мы с вами сало приготовили. Толстый. Толстый. Похоже. Жиром как много. Так. Наверное, вот этот кусочек заморожен. А этот, наверное, будем кушать. Толстый. Здесь кость. Здесь кость. Толстый. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok которая очень-очень любила. Больше всего, знаете, мне нравится в этой каше вот эта вот белая. Такое что-то необыкновенное, что-то мягенькое. Да, я каши готовила, кстати, в мотиварке. Мне это проще. Вот здесь пшенки. Хотя нет, их одинаково. В прошлый раз я тоже варила. Очень понравилось. Сейчас я покушаю, потому что пока Дима спит еще. Вот, и потом я буду кормить Диму. Вот я вот себе наложила. У меня есть такая ложечка классная, золотая. Вот, я сейчас маслице... Ай, масло прилипло. Вот, и сейчас вместе с маслицем я хочу еще добавить в нее сахар и покушать вместе с сахаром. Почему-то вот мне именно сейчас захотелось с сахаром. Когда я ее накладываю, думаю, я буду есть ее соленую. Просто с маслицем. Вот именно сейчас мне захотелось ее уж с сахаром. И сейчас я поставлю чайник, и я буду пить чай. Сейчас у меня будет... Сейчас у меня будет только еще завтрак. Хотя на улице, смотрите, на улице уже темно. Уже на улице темно, но у меня будет еще только завтрак. Я еще сегодня не ела. Вот так чистенько у нас на столе. Здесь, кстати, вот я добавила масло из светофора, которое мы купили. Я хотела из него делать, кстати, печенье. Но, наверное, у меня начал его есть муж активно. Так ел, ел, ел. И, наверное, я в следующий раз пойду куплю. Я хочу прямо из целой пачки сделать. И потом я хочу взвесить и посмотреть, сколько получится из целой пачки масла. То есть, там, по-моему, 500 грамм масла. Да, там 500 грамм. Сколько получится печенек. Мне интересно. Потому что обычно мы как покупаем 200 грамм, 180 грамм. Довольно получается много. Либо там, получается, 2 пачки 400, чуть меньше, там, грамм. Мне интересно, сколько будет из 500 грамм. Мне кажется, это будет много. Хотя они едятся очень быстро. Пока я в прошлый раз готовила, я половину съела. Кажется, устоять перед ними невозможно. Ну, и кашка моя. Масло целостеглось. Что-то я многовато добавила, по-моему. Заварила я свой чай. Чай, кстати, я заварила вот такой вот крымский букет. Общий, укрепляющий. Здесь чабрец, иван-чай, мята и календула. Не знаю, я просто вообще в этих чаих запуталась. Первый раз, когда покупала, я купила 3 или 4 разных пачки. И один из них мне очень понравился. Казалось, как будто он, как в деревне бабушка, я помню, делала их чай. Как раз иван-чай, учебрец, там что-то было, мята. И прям было набалденно вкусно. Прямо мне деревню напомнили. Но муж поехал, снова купил. То один купил, то второй купил, то третий. Вкус вообще не подходит. Вообще никто. Вот. Тут вот у меня стоит банка сахара. Хотела вам показать, насколько разный их сахар. Крупные, оказывается, есть сахариночки. Есть мелкие. Этого я не знала. И подумала я, наверное, то, что здесь может быть, если крупный сахар, он будет вес побольше. А мелкие сахариночки будут поменьше. Даже вот линии есть. Это у нас все в мешках, мешках. Вот. И компотик, который я обычно делаю. Компотик. Сейчас мы его с вами понесем Диме. Видите, какой он. Без варки. Просто залила кипятком. Сейчас я его еще немножечко остужу. Потому что я планировала, что Дима в 6 проснется. Я его разогрела. А он проснулся раньше. Сейчас я его еще чуть-чуть. Так. Ну вот его. В принципе, уже не такой горячий. Сейчас мы его понесем. Да, здесь у меня беспорядок. Я убрала все со стола. Потому что нам класть просто некуда. И тут я стараюсь, чтобы у меня не было такого срача. Но все равно класть некуда. Потому что кухонную галлютуру, как вы видите, все еще нет. Вот. И сейчас мы пойдем. Посмотрим, чем занимается у нас Дима. Здесь у меня уже беспорядок он навел. У нас полок все у меня убротом. Тут все уже. Зайка. Зайка. Я включу сейчас свет. Ой, 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 ой. Захматый. А ты что танцуешь-то? Ты что танцуешь? Песни вроде не было. Никто не включал еще. Те, не понравилось? Стас. Мяч, да. Димочка. Ты спал. Уже стало жарко очень. Я открывала балкон немножечко. Щелочку сделала. Было прям нам стало даже холодновато сегодня. Я его даже вот одела. Потому что он бегал, скакал. Кружись, кружись, кружись. Кружись, кружись. В другую сторону давай. Дима. Дима сейчас упадет. Упадешь сейчас. Упадешь. В другую сторону. Ой, ой. Ой, скажи, что это со мной? Какое смешное состояние, да? Вот, молодец. В другую сторону. Ой, ой, ой. Тихо. Да. Дать-ка. Тихо так. Такой счастливый малыш. Ой, ой, ой. Тихо. Папа нету. Папа ушел. Папа пошел за выпиской для мамы. Сейчас принесет выписку. Посмотрим, что мне там за диагноз поставили. Пока я лежала в больнице. Может мне вообще толком ничего не говорили? Я уже, в принципе, догадалась сама практически. Потому что ничего другого не может быть. И к тому же там лежала девушка с тем же самыми симптомами, что и у меня. Копия те же самые. Но поскольку она дома пробыла с болью трое суток, то есть не пошла сразу к врачу, в отличие от меня, то у нее все равно были боли. У меня практически их не было. Давай, давай, давай. Компотик получился немножко кисловатый из-за облепихи, поэтому ему немножко не нравится. Надо было водичкой разбавить, да? Бака. Кто? Собака? Бака? Габа. Габа? Габа. Габа. Ах, хе-хе-хе, цветочек. У нас уже темно, уже ночь. сейчас Димочка будет у нас кушать здесь у нас лежит подушка я кладу Диму на подушку когда его меняю памперс раньше я его клала вот здесь вот на стумбочку сейчас меня поднимать тяжелое нельзя он у меня ложится на эту подушечку либо допустим если мы с ним играем он бегает я сажусь на эту подушку так вот у нас поменялось и все когда-то должно было поменяться слишком долго поднимала и мне в принципе нельзя поднимать тяжести как маленький олененок глаза-то какие какие глаза